Павел Хаснулин пришел к нам в гости пешком с правой берега. Да, здрасте. Оказывается, он так постоянно делает. Мы сейчас просто для себя новую вселенную открыли. Поздравляю вас. На левой туда-сюда. Вселенной здорового человека. Нет, я знаю, что полезно ходить пешком ежедневно, но чтобы вот так каждый раз к нам на эфир с площади Ленина пешком... Полтора часа почти. Да. Часть 10. Часть 10. Да, и обратно. Это что, ты против общественного транспорта или что? Или вообще за прям вообще здоровый образ жизни? Ну, во-первых, все... Ну, я думаю, что мы об этом еще не раз поговорим. Но вообще здоровый образ жизни подразумевает двигательную активность. Двигательная активность, соответственно, должна осуществляться в определенном объеме для нормального человека, условно говоря, для здорового человека, взрослого. Это... Ну, от фонаря взятая цифра 10 тысяч шагов или, грубо, там, 10 километров в сутки. Ну, если хотите лучше, нужно больше. Когда я спрашиваю Павла, когда вы работаете, он говорит, я же все время думаю. Да. Что такое? Вот как ученые работают. Итак, Павел Хаснулин, научный популяризатор у нас в гостях, как всегда, по пятницам. Сегодня вот такую новость обсудим. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины САРАН совместно с коллегами из Института систематики и экологии животных САРАН, это очень важно, из каких институтов они, уже много лет изучают геномы и генетику вируса клещевого энцефалита. А это сейчас особенно актуально, друзья, 27 апреля на календаре. Не так давно они исследовали коллекцию вирусов, выделенных на территории Новосибирского научного центра. Наряду с известными генетическими вариантами вируса был найден новый. Чем нам это грозит? Особо это ничем не грозит, просто он, кстати, назван был Обским или Обским. По правилам русского языка правильно говорить Обский. Вот, значит, этот новый вид или подвид вируса обозначает то, что появились новые варианты какие-то. Ну, то есть вирусы, естественно, постоянно развиваются, мутируют, как и все живое. И это позволяет нам прогнозировать, куда развивается вирус. Означает ли это, что... Чтобы сделать противовирус? Да, и не просто вирус, а чтобы делать вакцину. Вот, что наши сейчасшние прививки этого веща не погубят. Вакцины, вакцинация по-прежнему эффективна теми вакцинами. Но не для этого вида. И для этого вида в том числе он не так сильно отличается от уже известных... А чем он отличается? У него усики другие? Нет, ну, вирусы отличаются генетической структурой. Внутренностью у него. Клиническая симптоматика тоже особо не отличается. То есть никакой специфической опасности этот вирус не представляет. Просто мы можем хвастануть, что у нас есть обский клещ. Просто не клещ, а вирус. Вирус, да, простите. Да, клещевое энцефалит. Мы знаем, что вирусы продолжают развиваться, продолжают совершенствовать свои механизмы для того, чтобы выживать в среде. И это просто дает возможность изучать и прогнозировать новые... А можно вопрос такой наивный и детский? Вирусы мутируют и изменяются в том числе потому, что человек влияет на окружающую среду? Или нет? Вирусы вряд ли. Вирусы это самый распространенный организм. Точнее, если его можно правильно... Его правильно ты не назовешь организмом. Хотя бы в этом нашей вины нет, слава богу. Скорее всего нет, да. Отлично. Это все происходит естественным путем. Ну что, тогда к следующей новости перейдем. Новая 3D-карта Млечного Пути изобретена. Телескоп, как правильно читается? Гайя. Гайя. Помог создать новую трехмерную карту Млечного Пути. Она содержит более миллиарда звезд. Что нам... 1,3 миллиарда, если точно. Как мы жили без 3D-карты-то? Без 3D-карты мы жили, но с 3D-картой жить будет проще. Заживем. Заживем. Нет, но самое главное, что вот сейчас на сайте Европейского космического агентства, которое, собственно, является владельцем и запускателем космической обсерватории Гайя, можно получить доступ к 3D-карте и наблюдать, ну, в смысле, непосредственно рассматривать и для астрономов, и для ученых, астрофизиков. Это очень важно. Там подробнейшие данные о всех звездах, которые увидел телескоп, и, соответственно, можно продолжать изучать, как сформировалась наша Вселенная, как сформировалась наша Галактика, Млечный Путь. Ну, и, наверное, это просто красиво. И это красиво. Просто красиво в науке так не делают. Хотя, как мы с вами заметили здесь... Нет, на самом деле это как раз показывает прогресс, очень быстрый прогресс современной астрофизической и астрономической науки, и то, что мы можем уже в реальном объеме, точнее, в масштабе, но в реальном объеме, знать, что происходит вокруг нас. А будет ли какой-то доступ к этой 3D-карте у простого смертного человека, ну, или хотя бы у новосибирского планетария? Нет, естественно, среди ученых он есть. Обыватели покажут? На сайте Европейского космического агентства там можно посмотреть. Там есть много картинок красивых, в том числе, и там... Я не изучал подробно, но там что-то можно уже с использованием виртуальной добавленной реальности использовать инструменты. всеобщего пользования. Да. Ну, это хорошо, когда ученые не эгоистят. После рекламы вернемся в студию, и у нас есть новая рубрика, называется «След в истории». Так вот, есть элементарные следы в истории, мы про них сегодня поговорим. Эти следы оставляют, конечно же, люди, очень важные, и сегодня мы... Точнее, завтра мы будем праздновать день рождения Яна Орта, это нидерландский астроном. И как раз, к слову о Млечном пути, да, нашей галактике, давайте заранее отпразднуем. Да, он занимался, как раз, он был, точнее, основоположником структурирования нашей, изучения структурирования нашей галактики, Млечного пути. И в том числе, можно сказать, что он является основоположником радиоастрономии, как таковой. Ну, соответственно, его именем, его имя вошло в астрономию не только, собственно, присутствием его как исследователя, а еще и его именем названо «Облако Орта». Ну, что это такое, да? Это гипотетическая область формирования комет вокруг Солнечной системы. Ну, то есть, его существование не подтверждено как таковое, но... Предположение такое. Да, оно существует... Такое облако-призрак. Ну, в общем, это та область, которая больше, чем наша Солнечная система, и в которой присутствуют кометы, которые вращаются в Солнечной системе. Ну, такие люди, безусловно, достойны того, чтобы назвать их следом в истории. Да. Сегодня также празднует день рождения еще один важный человек. Отойдем немного от галактики космоса. Герберт Спенсер, английский философ-социолог, и также один из родоначальников эволюционизма. Он ориентировался на Чарльза Дарвина, я так понимаю? Не совсем он ориентировался на Чарльза Дарвина. Он, скорее, был критиком. Продолжителем. Будем так говорить. Он был ламаркистом. То есть, он поддерживал первичную, предыдущую перед Дарвином концепцию эволюции. Райна-то уникал? Ну, нет, нет. Там все было попроще. Значит, а... Город трех китов? Да нет. Мы тут, Саша, очень умные. Смотрите, как мы много знаем. Все было логично. Герберт Спенсер, что хорошего привнес, он ввел, как после прочтения, собственно, трудов Дарвина, он внес термин такой, как выживание сильнейшего. Но он... Естественный отбор. Ну, естественно, он прочитал концепцию, естественно, отбора Дарвина и после этого предложил термин такое выживание сильнейшего. Так это разве не одно и то же? Не совсем. Дело в том, что Спенсер использовал это больше в социологическом плане. То есть, в нашем обществе. Он говорил об экономических. А, вот он. Да, да, да. Но, тем не менее, этот термин прижился. И, естественно, он используется в эволюционной синтетической биологии. И также остался еще и в нашем обществе. Ну, это же логично. Мне кажется, и Дарвин об этом тоже знал. Просто он животных больше изучал, чем социальную сферу. А если Спенсер был социологным, так оно и понятно. Ну, они оба были и биологами, и антропологами. Да. В общем, ну, по крайней мере, Герберт Спенсер явился тем, будем так говорить, промежуточным этапом в сформировании современной науки. То есть... Без него мы бы Дарвина по-другому поняли, да? Можно сказать, что он упростил переход к эволюционной биологии, такой, какую нам Чарльз Спенсерович принес.